Итак, открыли свои конспекты все? Все открыли свои конспекты? Открыли конспекты на второй странице. Значит, шестой раздел. Гимнастика для улучшения мозгового кровообращения и профилактики шейного остеохранения. Итак, читаем. Первое. Голова на плечо. Голова вверх-вниз. Голова вправо в небо. Плечи вверх-вниз. Плечи вперед-назад. Спина грудка висок. Вращение плечами. Поворот плечо вперед. Поворот плечо назад. Скрутка назад, руки в замок. Наклоны в сторону и круговые движения таза. Гимнастику выполняют три раза в день перед едой. Гимнастика заранее очень простая, но очень эффектная, очень эффективная. У меня в Новосибирске приятель, он мануальный терапевт. И он рассказывает. Иногда приходят люди в очках. Я говорю, ты позвоночник по праву, а потом знаете, как они голову, да, вот так берут, хррс-хрустом, хррс, да, ставят на место верхние позвонки. Некоторые, говорит, очкарики, после этого аж скрикивают. Насколько вдруг яркие краски, насколько вдруг мир преображается. А дело в том, что у многих людей за счет родовых травм, Когда ребенка сдвигают эти позвонки, нарушено кровоснабжение мозга и сетчатки. Сетчатка, если на автомостопе смотреть, бледная такая, понимаете, синяя. А тут вдруг раз пробивает кровь, она сразу насыщается кислородом, питательный мечток, красная, розовая. И видят люди сразу намного-намного лучше. Поэтому эту гимнастику обязательно три раза в день перед едой встали, она занимает всего 3-4 минутки выделить, а эффект очень хороший. Особенно те, кто целый день за компьютером сидит, те, кто целый день за рулем сидит. Вы знаете, если не делать таких гимнастик, 50 лет без шеи, останетесь навсегда, наверняка. Договорились, да? С этой гимнастикой выучить ее идет. Но мы еще будем с вами повторять. Так. А теперь следующая тема. Поздравление организма и глаз с холодной водой. Метод Суворова Александра Васильевича. Меня, наверное, более 10 лет назад пригласили в Белоруссию, в город Брест. А там один местный телеканал 4 раза показал на всю область Брестскую мои антиалкогольные лекции. Народ наш встал, потребовал срочно пригласить этого профессора из Новосибирска. Я прилетел. И я, вы знаете, я 7 часов непрерывно в прямом эфире отвечал на вопросы телезрителей. 7 часов. Это была первая в жизни такая телепередача для меня. Мы в 7 вечера начали и сказали до последнего вопроса. А народ-то ведь подключается. Там звонит, ты смотри, мужик там что говорит, ну, по их ключи и так далее. И вот уже повторяются, повторяются. Я уже без пяти два ночи взмолился, сказал, все, я уже больше не могу на вопросы отвечать. Но зато они мне устроили прекрасную экскурсию в Брестскую крепость и свозили меня в город Кобрин. А Кобрин это родовое поместье Суворова. Там музей Суворова, памятник Суворову. И вы знаете, ведь в те годы я к моему величайшему студу очень многого и не знал о Суворове. Это у нас вот недавно прошло имя России, там как-то... Оказывается, Суворов величайший полководец всех времен и народов. Выиграл все доединые битвы, в которых участвовал. Причем очень многие выигрывали не числом, а умеем. Оказывается, Суворов в детстве был хилым, болезненным мальчиком. Его в 13 лет не взяли в армию. А ему так хотелось быть военным. И он начал закалять свой дух и свое тело. И он с 13 этих лет каждый день всю свою жизнь, утром и вечером, выходил на водоем и обливал себя холодной ледяной водой в любую погоду. И глядя на него, вся его армия Суворовская выходила и тоже обливалась закаливалась. Причем это была такая армия, когда они зимой Альбы перешли. Ведь там же зимой по этим перевалам люди не ходили. Они на себе пушки перетащили. В Европа Афгала такой армии не было ни у одного царя-короля в Европу. Оказывается, Суворов, вся армия Суворова питалась исключительно раздельно. Я посмотрел на юг. Они в постные дни ели постные щи и кашу. А в мясоед они ели мясо с капустой. То есть, они чисто экспериментально обнаружили, что при раздельном питании количество продуктов съеденных намного меньше, чем есть все подряд. Оказывается, Суворов был прирожденным трезвенником. Никогда в жизни не употреблял алкоголь. И вот у нас в России была издевательская реклама. Сидит Екатерина Великая, а тут сидят ее все эти генералы. А что это там граф Суворов не бьет? А он говорит, так вы матушка пост, ведь до первой звезды. Ну дайте ему звезду, пусть выпьет. Знаете, так просто меня всего коробит вот это вот издевательство. Вообще обнимание ледяной водой, конечно же, было известно давным-давно на Руси. Наши с вами предки тысячи лет чем закаливали иммунитет? Голодом и холодом. Голодом и холодом. Вся деревня вырубала на крещение крест, ныряли туда и так далее. Ну то есть все это известно на Руси. Ну понятно, что ученые изучили этот феномен очень восстанально. И обнаружили следующее. Итак, обнимание холодной водой это первое. Самонастрой на оздоровление. Что это такое? Вот смотрите, человек выходит на землю, встает босыми ногами, берет ведро холодной воды, ставит перед собой и просит у Бога себе здоровья. Господи, дай здоровья. Моим глазам, моему там сердцу, печенке, селезенке. А когда человек общается с этими высшими силами, он на уровне подсознания у себя активирует те центры, которые за оздоровительный процесс в организме отвечают. Кстати, наш мозг может, оказывается, выработать любое лекарство, направить туда, куда надо, лишь бы мы этому не мешаем. И вот он попросил здоровья, активировал эти центры, а потом берет ведро воды, себе на голову переворачивает, и он это возбуждение у себя в мозгу фиксирует. Сам ложится спать, а оздоровительный процесс в организме запущен. Второе. При обливании ледяной водой холоднее 11 градусов. Кстати, вода теплее 12 градусов, никакими целебными свойствами не обладает. И вот у нас новосибирские люди, которые оздоравливаются по этой методике, летом мучаются, нет холодной воды. Из крана плюс 18, во Пскому море плюс 22. То есть нужно искать колодец, нужно искать родник, ну, чтобы это была холодная вода. Итак, при обливании ледяной водой холоднее 11 градусов, у человека резко повышается температура тела. До 42 градусов. И тут же приходит в норму. При этом многие болезнетворные микробы погибают. У человека на теле миллионы температурных датчиков. Мы любым участком тела чувствуем горячее и холодное. Правда? То есть прислонились к самому море, горячо там или холодно. И вот, когда человек берет и переворачивает себе на голову ведро этой холодной ледяной воды, в это мгновение все миллионы датчиков в мозг посылают одну и ту же информацию. Дикий холод. Но реакция организма на этот внезапно свалившийся на голову дикий холод не бррррр замерз. Организм моментально вырабатывает огромное количество встречного тепла. И он в это мгновение изнутри разогревается до максимально возможной температуры 42 градуса. Выше уже кровь свернется. Схлынула вода, датчики успокоились, температура опять 36,6. Но очень многие болезнетворные микробы в организме при 42 градусах гибнут. Я хочу особо подчеркнуть разницу между моржеванием и обливанием. Когда моржи плавают в проруби, я тоже в проруби плавал. Там дикий холод. Там человек натурально мерзнет, чуть пересидишь, можешь в этой проруби насовсем и остаться. А когда он на себя переворачивает ведро ледяной воды, он в этот момент разогревается изнутри. Я вот начал, наверное, более 20 лет назад у себя обливаться на даче. У меня на даче колодец, единая вода весной. Весной обливался, лето, осень, пошел в зиму. И как-то дома зимой в Новосибирске вышел. Мороз был минус 30. Я вышел в бедро воды, облился. Прихожу домой, обратил внимание, подмышки спотели. То есть пот прощипает. А зимой в мороз от спины, знаете, как от паровоза, куча пара, клуба пара от человека идут. То есть идет внутренний разогрев. Дальше. Обливание, лучшая профилактика опухолевых заболеваний. Об этом давно подозревали, но решили, как всегда, это дело проверить на крысах. Я вот сегодня забыл вам принести, показать ксерокопию статьи, опубликованной в докладах Академии наук СССР, в серии физиология. Статья представлена Академиком Соколовым. И называется она так. Влияние закаливания крыс в ледяной воде на их радиационную чувствительность. Взяли 20 крыс, поделили пополам, облучали радиацию. 10 крыс обливали утром вечером ледяной водой, а 10 ничего не делали. С теми, которыми ничего не делали, все заболели и сдохли от рака, от радиации. А тех, которых обливали, остались живы и здоровы. Начали выяснять почему. И выяснили. Оказывается, в любом живом организме, в том числе у человека, постоянно возникают какие-то высокоэнергетичные образования, которые готовы начать бесконтрольной делиться. Так вот, при обливании по всему организму идет такой мощный энергетический импульс, что все вот эти образования с избыточной энергией изнутри разрушаются и выводятся из нашего организма. Четвертое. Вода в ведре заряжена вами, заряжена в кавычках. Она целебная, очистительная. Многие, наверное, помнят на заре перестройки сеансы Алана Чумака. Помните? Вот зарезал я воду, крем и так далее. Как ни странно, соратники. Под этим действительно есть очень серьезная научная основа. Дело в том, что вода имеет более 140 различных структурных модификаций. И человек, сложнейшее психофизиологическое существо, своим биополем способен менять структуру воды, находящейся рядом с ним. Вот лет, наверное, 6 назад первый канал у нас по телевидению показал документальный фильм под названием «Великая тайна воды». Я не знаю, здесь у вас его видели или нет, фильм прекрасный. И там они показали, японцы сделали такую хитрую технику. Стоит вода, стоит человек, читает молитву, объясняется в любви, воду замораживает идеальная структура. Тот же человек, та же вода, стоит ругается, воду замораживает, хаос. То есть, представляете, даже на эмоции вода рядом с человеком, она реагирует на его эмоциональное состояние. А представьте, вы встали и просите у Бога себе здоровья. Господи, дай здоровья, глаза. А в тот момент, когда человек с этими высшими силами общается, через него и через воду идет мощнейший энергоинформационный поток. И он меняет структуру воды и заряжает эту воду против всех ваших болячек, какие у вас есть. И вода после этого для вас, это становится целебной. И вот у нас в Новосибирске многие люди, которые оздоравливаются по этой системе, они после обливания даже не вытираются. Они ждут, чтобы эта вода через поры всосалась в организм, максимально способствовала очистке и оздоровлению. Ну и последнее, пятое, обливание, это прекрасная закаливающая процедура. Прекрасная закаливающая процедура. И домашнее задание. Перед написанием дневников облиться холодной водой и согреться. Я вам, соратники, предлагаю приобщиться к самой, наверное, простой и эффективной системе без лекарственного оздоровления человека. Вот это обливание холодной ледяной водой. Даже индийские йоги не додумались до обливания ледяной водой, а наши предки тысячу лет закаливали себя вот этой вот ледяной водой. Организм закаливает. Вот у нас, например, в Сибири, это дошло до такого, в таком виде, что в деревне зимой после бани мы норовим снежку поваляться. Вот эффект очень похожий, оздоровительный. Вот. Где и как обливаться? Где и как обливаться? Вообще, по науке надо обливаться, стоя босыми ногами на земле. А если в снег, то надо ковырнуть и посмотреть, чтобы там был не бетон и не асфальт, а именно земля. Существует теория, я ее полностью разделяю, что очень многие болезни у человека через подошву уходят в землю. И вот летом посеком побегать по траве пороси, ну это просто поэро для здоровья. Ну понятно, что вы люди городские, стеснительные, вас на улицу обливаться не выгонишь. Можно дома обливаться в ванную, можно. Но в ванной у нас контакт с землей через городскую канализацию идет. Значит, следующий важный вопрос, очень важный. Человек, который начинает оздоравливаться по этой системе, он должен ясно и четко понимать, зачем он это делает. Если он квадратными от страха глазами смотрит на это ведро с холодной водой и думает, вот сейчас обольюсь и помру, помрет. Помрет, потому что он себе дает установку, обольюсь и помру. А если он смотрит на эту воду и думает, господи, дай здоровье, вот оно сейчас, нет, здоровье придет. Оно действительно к нему придет. Если вы боитесь ведро воды на себя перевернуть, возьмите кастрюльку литров пять, господи, дай здоровье, цаи себе на пол. Но боитесь кастрюльку, кружку, ведро. Но все здоровье в голове, имеете ввиду, прямо на голову, не шапочку, именно с головой. Все здоровье у нас в голове. Кстати, девушки и женщины, не бойтесь за свои прически. Вода холодная, как с гуся вода, она уходит тут же, вытерли тут же, протерлись, разогрелись. Пока будете писать домашнее задание, волосы у вас, волосы у нас. Если вы по вечерам принимаете теплый душ, прекрасно, приняли теплый душ, вот уже все, выходите из душа, а у вас уже должно стоять ведерко с холодной водой. Если есть балкон, поставьте на балкон, чем холоднее, тем оно лучше. И последним движением берете ох на себя. А вы знаете, ощущение, вот в первые разы особенно, когда обливается человек, он берет ведро на себя воды, переворачивает, ты такой «о-о-о-о-о-о-о-о-о-о». Такое тепло, знаете, изнутри вот он это ощущает. Так что, соратники, давайте, попробовали. Спрашивают, есть ли противопоказания? Да, есть. Дырка в голове. Дырка в голове, очередь, нет. Еще одно замечание должен вам сказать. Есть одно замечание, вот как у вас. Если у вас есть хронические заболевания какие-то, то у людей, когда они начинают обливаться, они обостряются. Обостряются и выходят. Вот у меня один знакомый, он как раз руководитель этого клуба обливания. Он от Ивановцев вначале был, я сейчас скажу об этом. Ну в общем они оздоравливаются там по этой методике. Он в молодости, у него воспалилось правое ухо. Дикое воспаление, там что только не лечили, капали, грели, ничего не помогало. В конце концов продолбение ему здесь, что-то сделали, на ухо он облох полностью. И где-то лет в 30 у него то же самое началось на левом ухе. На левом ухе началось и вплоть до того, что его это ссадает. Долбите все, а он же знает, продолбит все и вообще отбухнет. И ему подсказали, слушай, начни обливаться. Он начал обливаться, еще хуже стало. Первые три дня еще, который ему наставник был, он говорит, обливайся, продолжай. Оно у тебя выйдет, вот не побои. И у него в конце концов какой-то огромный нарыв там образовался. Он наконец прорвался, но этот все слышал, все-все зажило. И вот уже много-много лет живет и слышит может, и все нормально. А если бы и не делал, продолбили бы и без слуха остался. Поэтому если есть хронические заболевания, они могут обостриться. Поэтому если у вас хронические заболевания есть, вы либо в разгар зимы, когда уже устоится погода, начните обливаться. Либо дождитесь разгара лета. Летом начните обливаться, потому что многие люди, особенно вот в этом межсезонье, весна-осень, пугаются обострению болезни. Они пугаются, обостряются. Думают, а, ну вот это отобливание. Да, отобливание, но оно обостряется и из человека выходит. Вы, наверное, помните, у нас тоже в конце 70-х годов в Советском Союзе был популярен известный народный цивитель Порфирий Иванов. Он, кстати, здесь у вас и в Риге был популярен, и у вас клубы здесь были. И он привлек внимание к этой системе закаливания. А он вообще показывал поразительные резервы человеческого организма. Он всю зиму в Казани, а там морозы и снег, всю зиму ходил босиком в трусах. Ночевал в снегу, не умирал, не прослывал, ничего не делал. Но, к сожалению, после смерти Иванова образовалась целая секта ивановцев. Они объявили его Богом, начали на него молиться. Ну, понятно, что официальная церковь анафеме все это предала. И надо сказать, что вот эти вот адепты, они даже навредили этой оздоровительной системе, чем как-то ей помогли. И пока он был жив, она развивалась очень здорово. Многие люди и знали, и фильмы снимали. А потом, когда они уже начали молиться на него, все это дело быстренько прикрыли. Так что, будем заниматься. Значит, какое будет сегодня еще домашнее задание? Сегодня дома, вечером, перед сном. Кстати, всем понятно, почему перед сном? Да. Потому что это метод шучков. Значит, придете домой, поужинаете, кроватку разобрали, все дела сделали, сели, выполнили домашнее задание, поставили последнюю точку в самоглушении. Жизнь, зрение, жизнь, тихонько-тихонько в кроватку легли, на спину, подушку на грудь, подерли руки до тепла, сделали пальминг лежа и уснули с расслабленными глазами. Итак, сегодня вечером перед сном обольетесь, разотретесь, согреетесь, сделаете хорошую гимнастику, наденьте теплое что-то, ну, чтобы согреться. И возьмете двойной лист бумаги и ответите на вопросы анкеты антиалкогольной. Взяли все руки анкету антиалкогольную. Взяли руки анкету антиалкогольную. Ну, мы его взяли сегодня, да. Значит, сами вопросы писать не надо, номер вопроса, ответ. Многие вопросы алкоголя даже здесь и не касаются, поэтому отвечать это все на них могут. Пьете вы, не пьете, разницы нет, все сегодня ответим на эти вопросы. Итак, первое, псевдонимы, ровночество и так далее. Второй вопрос, от какой привычки вы приняли решение избавиться? Была ли эта привычка у ваших ближайших родственников? Вот здесь надо написать, я хочу избавиться от вредной привычки носить очки, калечить свои глаза. Носил, калечил глаза папа, мама, дедушка, бабушка. Кроме того, я хочу избавиться от вреди, раздражительности, ну и, скажем, бескричинной вредности. Ну, к примеру, это тоже дурная привычка, да. Отлично. Дальше. В каком возрасте вы впервые попробовали спиртное? Как относились второе время к этому занятию? Как относитесь сейчас? Некоторые здесь пишут, три, в одиннадцать лет. А я читаю, понять не могу, что в одиннадцать лет. Машина переехала, кирпич на голову упал. Но это же не ответ. Ответ должен быть полный. В возрасте одиннадцати лет, мама, на моем дне рождении налила мне шампанского. Мочи дрожжей, это еще из газа, да. Дальше. Возраст, когда появилась привычка употреблять спиртное? Ваше отношение к людям употребляющее спиртное? Ваше отношение к трезвенникам? Седьмой вопрос. Ваше понимание терминов? Культурно пьющий, умеренно пьющий, пьянцы, алкоголик, трезвенник, сухой закон. Оценка сухого закона. Здесь на этот вопрос надо ответить так. Вы пишите культурно пьющий. Кавычки, поставили тире, напишите, кто такой культурно пьющий, с вашей точки зрения. Умеренно пьющий, напишите. Пьяница, алкоголик, трезвенник, сухой закон. Напишите, что такое сухой закон. А сейчас мы с вами сыграем игру. Кто за то, чтобы в государственном масштабе принять сухой закон? Поднимите руки, пожалуйста. Так, спасибо. Кто против? Кто против? Так, спасибо. Кто воздержался? Спасибо. Ну вот как Горбачев в свое время говорил. Кворум есть, консенсуса нет, нонсенс, господа. Я, наверное, полчаса сидел, разбирал, что он такое сказал, понимаете? Том Коля. Значит, мы с вами сухой закон не приняли сегодня, да? Не приняли. Но вы все напишите, кто за что голосовал. Вы, вы и вы голосовали совершенно за разные вещи. Я же не сказал, что такое сухой закон. Прав? Каждый свое представление, исходя из него, он проголосовал. Дальше. Дальше. Как часто употребляете спиртное? Ежедневно, несколько раз в неделю, несколько раз в месяц. Внимание, соратники, внимание. Если кто-то из вас, не дай бог, каждый день употреблял пиво, то вы употребляли алкоголь ежедневно. Пиво это самый страшный алкогольный яд, который запущен на нашем этом постсоветском пространстве для того, чтобы уничтожить, споить наших с вами детей и молодых. Дети водку не пьют. Дети все начинают с пива. Это самое страшное, что есть для детей. Это пиво. Дальше. Я веду трезвый образ жизни. Я тоже буду рад за вас. Если у вас нечего ответить и вы не употребляете, пишите, я веду трезвый образ жизни. Отличный ответ. Самый хороший. Дальше. Особенности употребления спиртного. Предпочитаемые изделия. Все в девятом пункте. Слово изделия зачеркните, сверху напишите. Яды. Предпочитаемые яды. Ответить надо так. Особо предпочитала алкогольный яд в виде шампанского. Опять же. Прогасы. Дальше. Дальше. Заболевание расстройства. Приятного спиртного спиртного. Что конкретно получили вы отрицательного спиртного? Что отрицательного получили родные и близкие? А вот 13-14 обведите кружочком восклицательный знак. Что конкретно получили вы хорошего от употребления спиртного? Что хорошего получили родные и близкие в результате вашего алкоголепития? Многие здесь ставят прочерк и идут дальше. А это самые важные вопросы нашей аркеты. Вот вы знаете, мы собираем редчайшие крупицы положительного влияния алкогольного яда на человека, на семью и на общество. У меня дома отрицательный целый шкаф запил. Есть такая тоненькая бабочка, на ней написано положительное об алкоголе. Там действительно есть веру. В Алма-Ате один соратник пишет мне. Алкоголь, герой водка спасла жизнь моему родному брату. Брат напился пьяный. Его не пустили в самолет местной авиалинии, а самолет разбился. Так это же удивительный случай, брат. Триста лет эту сказку будут пересказывать водка жизнь спасла. Ведь не только брат. У брата дети, внуки, целому роду водка жизнь спасла. Если у вас что-то подобное было в жизни, обязательно напишите. Это очень сильно давит на психику человека. Дальше. Почему вы обратились за помощью именно к нам? Что именно хотели бы получить от нас? Вот здесь напишите. Я хочу, чтобы вы помогли мне восстановить здоровье, зрение. Чтобы я видел без очков, так же как в очках. Запятая. И как? И даже лучше. Как же вы говорите? И даже лучше. Отлично. Кроме того, я хочу издавиться от болезней. Все болезни, которые у вас есть, напишите. Вы с ними будете расставаться. Кроме того, хочу издавиться от вредных привычек. Все вредные привычки, которые вам мешают жить, напишите. Кто-то, понимаете, ленится там мусор выносить. Кто-то начальника боится. Кто-то ногти грызет. Кто-то мужа. То есть надо будет, понимаете, это дело как-то. С этим всем вы будете расставаться. Ну и последнее. Как вы намерены относиться к спиртному в течение года? Все прямо здесь на планке, внизу ответьте на 18 вопрос. Прямо ответ напишите своей рукой на планке. У меня будет прекрасная трезвая жизнь и отличное зрение. Что бы вы там ни писали, ответить надо такой установкой. У меня будет прекрасная трезвая жизнь и отличное зрение. После этого саратики вы берете новый двойной лист бумаги в клетку и на нем пишете дневник коррекции зрения номер 2. Сегодня он будет номер 2. Вопросы будут те же самые, что и вчера. Но ответы сегодня будут прямо противоположные. Вчера вы, как правило, писали отписку для Владимира Берча-Жданова. Да, нет, не был, не знаю, не судим и знать не хочу. А сегодня вы будете писать дневник, понимая, что вы это делаете исключительно для себя. Каждым ответом на каждый вопрос дневника вы этим ответом либо разрушаете ложную программу в голове, либо этим ответом включаете новую программу, с которой будете жить дальше. В конце дневничка обязательно что напишем? Самовнушение. Сегодня я разрешаю его переписывать с бумажки, но за сегодня, за завтра, за целый день надо носить с собой, вызубрить наизусть, чтобы уже завтра вечером вы не переписывали, а вспоминали. Вспомнили, спопулировали, написали. Забыли, ничего страшного. Все прочитали, еще раз написали. Вот такое будет у нас сегодня с вами домашнее занятие. Договорились? Договорились. А сейчас переверните наш конспект. Переверните конспект. На какие дневники? На какие дневники? Вчерашний ангел. Вчера на дневник и на ангел. А сегодня? Вот на эту ангелу ответите и на дневник. А сейчас открыли конспект на третьей странице. Все открыли на третьей странице и читаем. Все нашли? Третья страница. Дополнительные вопросы в дневник против раздражительности и лени. Первый вопрос дополнительный. Какие я так... Девочки, можно на меня? Какие я знаю ласковые и добрые слова, напишите все. И сколько раз за день я их говорил или говорила другим людям. А сейчас я вам, соратники, открою первую великую тайну психоанализа. Которая гласит, что все наши проблемы, наши взаимоотношения с другими людьми, которые нас раздражают, оказывается заключены не в тех людях, которые нас раздражают. Все эти проблемы ровно на 100% лежат внутри нас с вами. И каждого человека раздражает не факт. Человека раздражает, его отношение к данному факту. Вот что его раздражает. И вам изменить ваше отношение к другим людям, а через это изменить их отношение к вам, очень поможет вот этот дополнительный вопрос против раздражительности. Какие я знаю ласковые и добрые слова, напишите все. Мне когда лет 20 с лишним назад предложили ответить на этот вопрос перед сном, я аж присвистнул, ну, да это до полуночи писать. Но я написал 8 слов, и на этом, как выяснилось, вся моя фантазия закончилась. А когда я начал вспоминать, а сколько раз за день я и говорил другим людям, другим людям, ни кошке, ни собаке, ни родным, близким, другим людям. Сослуживцем на работе, бабушке у подъезда, кондуктору, продавцом. А я и вспомнить-то ничего не смог. А что мы хотим? Мы сами ходим, булкой на всех смотрим, хотим, чтобы нас-то все любили, чтобы нам только хорошее говорили, чтобы нас не раздражали. А с чего вы это хотите? А вы попробуйте сами душу людям приоткрыть. Говорят доброе слово, даже кошке приятно. И вы увидите, что отношение этих людей к вам тоже изменится. Тоже изменится. Вот меня как-то пригласили на Камчатку, в Петропавловск. И там у меня на занятия ходил матрос с флота. И он во всех анкетах писал, хочу избавиться от сквернословия. От сквернословия. Они там так страшно сквернословят на этом флоте. И когда я дал вот этот дополнительный вопрос, он мне дневник сдает, я читаю. Вы знаете, у меня аж нехорошо стало. Он пишет, какие я знаю ласковые, добрые слова. Он написал три слова. Дорогая, милая, любимая. Они же приписали. Я стыжусь говорить эти слова. А перед этим в анкете он написал, что ему не стыдно матом одериться при женщинах и детях. Вы чувствуете, как мир потихоньку вдруг переворачивается с ног на голову. То есть уже гадость сделать нормально, а вот доброе слово сказать. Он стыдится, он боится, что его и не так поймут, или не поймут вообще. И второй вопрос дополнительный. Лень, лень. Это отсутствие у человека осознанной, значимой цели в жизни. И я вам открою сейчас вторую великую тайну психоанализа, которая гласит, что ленивых людей в природе не существует вообще. А вот люди, которые живут на белом свете и не знают, зачем они живут, и что им делать, чтобы в каком-то направлении жить лучше. Вот таких людей довольно много, и их почему-то называют ленивыми. Расскажу вам историю своей собственной жизни. Когда наша старшая дочка заканчивала 9-й, и особенно 10-й выпускной класс, этот класс прошел на таких нервах. Вы знаете, вот утром дочку отправить в школу, это была трагедия, Шельспирт до таких высот не поднимался. Будем ее за полтора часа до школы. И вот она по этой квартире ходит, ходит. Вот она в зеркале этот класс разглядывает, каждый день опаздывает в школу. Каждый день учительница пишет, примите меры, срывает первый урок. Школа-то во дворе, я туда 20 раз туда назад сбегал, понимаете? Но такая лень напала на этих 10-ти классников, это было что-то, это было просто что-то. И тут на семейном совете мы вырешили старшей дочке деньги на модные зимние сапоги. Ну девушка в школу заканчивает, в институт собирается поступать, пора уже и приодеть. Деньги-то мы вырешили. А в те годы за этими сапогами из академгородка в 6 утра на электричке надо было ехать в город Новосибирск на барахолку. Потому что только там спекулянты эти сапоги и продавали. Я сижу и думаю, а как ее в 6 утра поднимать? Ее в 9 из дома не вытолкаешь, а тут в 6 утра, а ведь электричка ждать не будет, это раз. И второе, без нее ты не поедешь, надо же мерить эти сапоги. Но думаю, может ее спать не укладывать. Пусть она всю ночь сидит, одетая, утром раз под ножку сели, да поехали. В общем, я думал, думал, и сам уснул, и сам проспал. И в 6 утра мы проснулись от того, что у нас по квартире летал метеор, понимаете? Такой раннейший метеор. Как только радио пропихало в 6 утра, бик-бик-бик, дочь скачала, за 2 минуты собралась. Если она выскочила на лестничную площадку, лифт с 8 этажа вызывать не стала, то куда лень на все делать? Оказывается, когда ей чего-то вот так вот надо, да какая тут лень? Она первая к финишу придет, да еще и локтями всех раздвинет. А вот в школу надо ходить, в школу. Это папе с мамой надо. Тут, как говорится, всю свою лень можно взять и проявить. И поэтому вам, соратники, преодолеть вашу мнимую лень очень поможет. 23-й вопрос дневничка. План работы на завтра по улучшению зрения. Помните? Вот в этот вопрос, в этот вопрос. Помимо зрения, вы с сегодняшнего дня включаете какое-то очень важное дело, которое, как вам кажется, вы лените сделано. Понятно? Причем не пишите, что завтра я постараюсь сделать то-то. Это в пользу беды. А установка должна быть такая. Запишите все, где-нибудь. Запишите где-нибудь сбоку, вот здесь вот. Установка должна быть такая. Завтра я обязательно... Ну, прямо на конспекте сбоку вот так вот напишите. Завтра я обязательно... Завтра я обязательно... И с радостью... Вот это очень важно. Завтра я обязательно и с радостью сделаю такое-то дело. Сделаю такое-то дело. Так как это очень важно для моей дальнейшей счастливой, полноценной жизни. И будьте уверены, лень вас покинет. Попишите вот несколько дней перед сном вот эти вот установки. Лень вас покинет. Вот меня, наверное, лет... Больше 20 лет назад пригласили в город Магадан. И там ко мне на занятия ходила женщина. Ей 35 лет. Молодая женщина. Как только она пришла, я на нее посмотрел. Я понял, что эта женщина это сплошная проблема. Просто сплошная проблема. Она одна дома сына воспитывает. Сыну 15 лет. Они дома с сыном друг на друга оруют. Она на него орет. Он на нее орет. А он лоб большой. Она его уже бить боится. И вот они дома только друг на друга оруют. На работе у ней завал полный. Она экономист какой-то там, инженер, что где-то в управлении сидела. На работе завал. Ну, в общем, все. И в личной жизни завал. Ну, в общем, пришла женщина. Я не знаю, но где-то уже. Ну, начала работать. Начала заниматься, ходить. Все нормально. Все хорошо. Отзанимались мы неделю. А я в конце собрал у них открытки с их адресами. Они написали свои адреса на открытки. Я их собрал и увез в Новосибирск. А спустя полгода я эти открытки им послал. На каждой открытке написал. Как дела? И вах туда. Спустя месяц я получаю от нее письмо. Вы знаете, сплошь от него специальные знаки. Владимир Георгиевич, огромное вам спасибо. Похорошела. Помолодела. С сыном наладила отношения. Живем с ним душа в душу. Но самое главное. Можете меня поздравить. Меня назначили главным экономистом треска. Мне в 4 раза зарплата увеличилась. Она на 5 ступенях вверх по этому. И помог мне в этом, она пишет. Вы знаете что? Дневник и самовнушение. Когда вы, говорит, уехали, я, говорит, поняла, насколько это мощное оружие себе на подсознание задавать различные установки положительные. И я, говорит, самовнушение включила такой пункт. Я главный экономист треска. Я молода. У меня прекрасное образование. У меня великолепные идеи. И начала писать. Каждый вечер писать эту установку. Писала, писала. Через 2 недели, она говорит, я поменяла гардероб. То ходила в кофтах, юбках. Начала ходить в строгом костюме на работу. Еще, говорит, месяца через 2, я сама перестала себя узнавать. Начала спорить, доказывать свою правоту. Идеи какие-то генерировать. И еще, говорит, спустя 2 месяца, всем треск и стало ясно. Вот он, новый главный экономист. А тот старый пьяница, который там уже сидел 20 лет, его давным-давно пора выгонять. Дождались очередного пьяного залета, выгнали, а ее назначили главным экономистом треска. Что ей помог сделать дневничок? Он ей помог преодолеть ложную скромность. Вот мы, люди русские, все страдаем вот этим вот недостатком. Ложная скромность. Понимаете? Ложная скромность. Но если человек способен что-то в жизни большое совершить, он ведь должен это совершить большое, правда? Вот это, наверное, и есть счастье. Когда человек людям полностью себя отдал, но ведь и люди ему за это тоже воздали. Так или нет? Так что, соратники, давайте творчески подходите ко всему этому. Мы сейчас с вами учимся, занимаемся, но впереди у нас с вами очень интересная работа над собой. Очень интересная. Более того, я вам скажу. Мы вот посмотрели на Руси, все великие люди писали дневники. Вы знаете об этом? Все великие люди писали дневники. Мы сделали обратный вывод. Все, кто писали дневники, стали велики. Потому что человек, который ведет дневник вечером перед сном, он живет осознанно. Он каждый вечер садится и думает, как он прожил жизнь, что он доброго принес, что-то не сделал, а что завтра сделать. То есть он осознанно живет, понимаете? Он в каком-то направлении самосовершенствует. Поэтому дневник перед сном – самый мощный способ самосовершенствования человека. Мы сейчас его пока что в глаза здоровью применяем, но вообще его можно применить ко всему чему угодно. Так, записали? Ну и последний раздел – соляризация глаз. Соляризация глаз – это обработка глаз солнечным или иных светом. Одно из наилучших упражнений для восстановления зрения. Во всех книгах, которые я читал по методу Бейца на русском и английском языках, всюду написано – соляризация глаз – это наилучшее упражнение по Бейцу. Вот во всех книгах написано. Соляризацию глаз сарапинки можно делать на любом источнике света. Мы с вами на первом занятии делали на чем? На свече. Сегодня мы ее повторим. Соляризацию на свече. Можно делать на лампе. Дома потушили свет на уровне глаз, зашли на стольную лампу, источник света, да. И вот мы начинаем голову крутить, лампа слева, лампа справа, лампа слева, справа. Изображение лампы гуляет по черной сетчатке и активирует ее работу. Формирует мощный крыльев крови, расслабление мыши. Можно дома взять днем две шторы глухих, сделать щель, источник света, да. И вот встает щель слева, щель справа. И изображение этой щели гуляет по нашей сетчатке, активирует ее работу. Но, конечно, самая лучшая вариант соляризации, это соляризация глаз на Солнце. Итак, смотрим. На Солнце. Первый вариант. Встаем на Солнце. Глаза закрыты. Глаза лицо направлены на Солнце. Начинаем большие повороты, повторяя вслух. Солнышко слева, солнышко справа и так далее. Как делается этот вариант соляризации? Смотрите. Вы выходите на Солнце в солнечную погоду. Солнце вот там наверху. Вы встаете. Ноги на ширине плеч. Глаза закрываете. Глаза лицо поднимаете к Солнцу. Внимание! Смотреть на Солнце открытыми глазами категорически запрещено. Вы повредите маку. Но Солнце это самый яркий природный источник света. И мы даже сквозь веки чувствуем, как оно к нам туда пробивает. И вот мы встали, чувствуем, что солнышко вот там наверху, желтое это пятно. И начинаем делать большие повороты, повторяя вслух. Солнышко справа, я чувствую, что оно светит мне справа. Потом раз, солнышко слева. Солнышко справа, слева, справа, слева, справа, слева. И где-то через 25-30 таких поворотов у вас в глазах появится 10, 12, 15 мощных солнечных зайчиков. Какие-то яркие оранжевые и желтые точки в глазах появятся. Какие-то отрезочки, какой-то мусор светящийся. Но вы поймете, что это такое. Вы поймете, что это такое. А наши глазки, они настолько любят солнышко. Они так в этот момент радуются. В этот момент идет мощный прилив крови к сетчатке глаз. И идет мощное расслабление глазодвигательных мышц. Второй вариант. Второй вариант. Выбирается резкая тень. Дерево или угол дома. Один глаз в тени, другой на солнце. Глаза закрыты, направлены на солнце. Начинаем медвежье покачивание. Повторяя вслух. Солнышко приходит, солнышко уходит и так далее. Как делается этот вариант саллиризации? Смотрите. Днем вы выходите на солнце. И встаетесь за дерево таким образом, чтобы тень проходила точно посредине вас. И вот у меня правый глаз тени, левый на солнце. Я глаза закрываю. Глаза лицо поднимаю к солнцу. И начинаю делать медвежье покачивание. Повторяя вслух. Солнышко приходит, я чувствую, глаза светят через веки. Солнышко уходит, в тень спрятался. Солнышко приходит, уходит, приходит, уходит, приходит, уходит. И где-то через 25-30 таких покачиваний, в самом центре глаз, вот в маркере, появится 4-5 мощных солнечных зайцев. Такие яркие-яркие точки. Вот желтые, оранжевые. Еще раз говорю, вы поймете, что это такое. А наши глазки, они настолько любят солнышко. Они так радуются. Вот у меня приятель читал в очках люстры. Я говорю, пойдем, я тебе фокус покажу. Пойдем. Мы с ним вышли. Сделали соляризацию на солнце. Сделали, погружились. Я говорю, ну что, зайчики появились в глазах? Он говорит, появились. Потом мы повернулись солнышку спиной. Пойдем и убедите. Мы сделали пальник стоя. А пальник стоя делается вот таким образом. Ладошки на глазах. Слегка наклонили спину голым. Локти я упираю себе в грудь. И вот стою. И с ноги на ногу и качаются. Солнце там, спиной в солнышку. Сделали пальник. Покачались. Я говорю, ну что, зайчики пропали? То есть глаза успокоились? Он говорит, пропали. Я говорю, да, глазки зажмурил, ослабил. Зажмурил, ослабил. А сейчас, говорю, глазки протерли. Вздохнули, выдохнули. Я открываю глаза. Быстро моргаю. Он моргает, моргает, моргает. Я ему протянул газету. Он их спокойно начал читать. Просто он даже забыл, что ему очки нахли. Он спокойно. Плюс период. Это серьезное расстройство зрения. Спокойно начал читать газету. Безо всяких очков. Особенно вот эта вот, вот эта соляризация из-за дерева. Она особенно полезна людям, у которых заболевание глаз, которое называется макулодистрофия. Синчаткий глаз. Тут написано макулодистрофия. Что это такое? У некоторых людей нарушается кровоснабжение центра глаза. Они боком видят, а по центру не видят. Мутное пятно прямо не видят. Эти центра глаза в них не смотрят. Вот для них особенно полезен вот этот вариант из-за дерева. Но он всем полезен. Но им он особенно полезен. Третий вариант. Утром и вечером при восходе и закате солнца можно делать соляризацию глаз с открытыми глазами. Дело в том, что утром и вечером, а зимой, наверное, и днем, потому что солнце ласковое, можно делать соляризацию с открытыми глазами. Смотреть на него тоже не рекомендуется. А вот с открытыми, солнышко слева, солнышко справа, или из-за дерева солнышко приходит, уходит, приходит, уходит. То есть можно делать с открытыми глазами. Дальше, внимание, после каждой соляризации глаз на солнце, делаем пальминг стоя, спиной к солнцу, в два раза дольше, чем соляризация, до полного успокоения зрения, пока зайчики не пропадут. Понятно? То есть делаем соляризацию, а потом делаем пальминг стоя. Еще одно замечание. Люди, у которых сильная близорукость, либо плоские глаза, у них большая дефокусировка света в глазах. Большая. И поэтому они иногда с закрытыми глазами делают упражнения, а зайчиков нет. Ну нет зайчиков, потому что не хватает света, чтобы зайчик сформировали. Поэтому если вы раз двадцать делаете с закрытыми глазами, а зайчиков нет, то возьмите раз три-четыре, пройдите по солнышку, моргай. Не глянь, а моргай. Вот так вот туда-сюда, вот так вот поморгали, поморгали, прошли, пошли, вы зайчиков нахватаетесь выше-выше. То есть нахватаетесь зайчиков. Чтобы понять, что такое зайчики, сняли все очки, сделали у меня центральную фиксацию, так, поморгали, поморгали. А теперь подняли голову вверх, и вот так вот покрутили туда-сюда, покрутили туда-сюда, поморгали, поморгали, покрутили, поморгали, покрутили, поморгали, а теперь глаза закрыли. У меня этих квадратов в море в глазах. Вот это зайчики, которых я нахватался. Остались в глазах зайчики, вот эти квадраты, вот так светящиеся. Вот это зайчики, которых мы с вами нахватались. Значит, завтра, соратники, если будет солнышко, Четыре раза сделать соляризацию глаз на Солнце. Два раза большими поворотами, два раза из-за дерева. Сами посмотрите, насколько это прекрасное упражнение. Соляризация глаз на Солнце. Что? Нереально. Почему? Ну почему? Солнце, я говорю, если будет Солнце, может быть, если морозить будет, может и Солнце. Кстати, на работе можно... На работе можно... Солнышко выглядело. Выяснили, где туалет, выходит окнами на солнечную сторону. Пошли в туалет, закрылись, открыли оконшечко, сделали соляризацию, вернулись назад. То есть вполне можно даже и на работе сделать успешно эту соляризацию. Да, еще один момент. Соляризацию надо делать, если дома, то открыть окно. Открыть окно с открытым окном. Я вам одну вещь не сказал, а вещь очень важная. Недавно американцы опубликовали научную работу, где показали прямую связь между ношением очков и раком кожи. И раком кожи. Дело в том, что у человека информация об ультрафиолете в пространстве поступает через наши глаза. Но если он эти глаза закрыл стеклами, то ультрафиолет сквозь стекло не проходит. И вот в этих особенно южных странах, где кто в очках, он ходит, ультрафиолета много, а организм не понимает, что его много. И защитный пигмент не выделяет на кожу. И возникает рак кожи человека. Поэтому надо и соляризацию делать, и очки меньше носить, потому что это все провоцирует как раз в том числе и рак кожи. Так что имейте это в виду. И соляризацию на солнышке надо делать, либо выйти на улицу, либо если дома, открыть окно. Потому что окно отрезает очень важный ультрафиолетовый участок спектра для наших глаз. А он для нас тоже очень важен. И тогда солнечные очки тоже плохо? Что? Солнечные очки. Солнечные очки вообще от смерти до глаз. Я про них расскажу еще. Поэтому, так сказать, это все впереди. А вот с такими очками, я еще раз говорю, солнечную погоду, особенно на юге, где солнце сильное, провоцирует как кожу. То есть организм не реагирует на ультрафиолетовое пространство только через глаза. Они глаза закрывают эти стекло. Так. Ну а если солнце нет, потому что у нас солнце может до весны не будет. Ну я понимаю, я тоже в Москве мучаю. Значит делайте на лампе. Делайте на лампе, да. Вот сейчас мы на свечке сделаем еще раз. А так делаем на лампе. Сколько времени у нас? Половина? Половина? Половина. Ну хорошо. Так. Все украли друг. Все украли друг. Итак, сняли все очки. Сделали все набили центральную фиксацию. Поморгали, 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 поморгали. Вот обратите внимание, у близоруких свечка в начале большой такой колок пламени, да? А вот сейчас моргайте, моргайте, моргайте. Оно все сжимается, сжимается, сжимается. То есть резкость возрастает. Мы видим, что действительно это небольшой светящийся петелек. Итак, вот она свечка. Два глаза, два прожектора смотрят вдоль носа. И все вместе повернули голову, лицу, глаза направо. Потом повернули голову, лицу налево. Повернули направо. Повернули налево. А при этом давайте так. Когда мы смотрим направо, мы говорим все в полголоса. Свеча слева. Свеча слева. Потом свеча справа, свеча слева, справа, слева, справа, слева, справа, слева, справа, слева, справа, слева, справа. Свет протушите, пожалуйста. Вот этот. Итак, все посмотрели на свечку, поморгали, 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 забыли про нее и пошли. Поворачиваем голову направо и говорим, свеча слева, свеча справа, свеча слева, справа, слева, справа, слева, справа, слева, справа. Потерли руки до тепла, сделали пальмину. Итак, глазки закрыли, успокоились, расслабились, приняли удобную позу. Начинаем наш вечерний пальмин. Глаза закрыты, делаем пальмин. Кстати, соратники, под пальмингом глаза всегда закрыты. Под пальмингом мы никогда не делаем гимнастику для глаз. Потому что пальминг это расслабление, а гимнастика это напряжение. Я один единственный раз даю гимнастику под пальмингом именно на первом занятии. Потому что мне важно вам показать, что ваши глаза могут видеть хорошо. И поэтому мы делаем пальминг, под пальмингом делаем гимнастику, насыщаем кислородом, питательными веществами сетчатку глаз. Многие люди ахают после того, как открывают глаза. Правда, там в этом зале еврейской культуры, у них там лампы не разгораются долго. И поэтому они остыли, и света было очень мало. Но тем не менее, все равно люди увидели, что да, после такого упражнения у человека и светоощущение улучшается, и вообще все лучше. Итак, глазки закрыли, успокоились, расслабились. Начинается пальминг с комплимента своим глазам. Мы говорим, что глазки хорошие, глазки отдыхают, с каждым днем они видят все лучше и лучше. Мышцы наших глаз расслабляются. И вот здесь близорукие представляют расслабление поперечных мышц глаз, а дальнозоркие представляют расслабление продвольных мышц глаз. Если перед глазами маячат достаточные световые образы, надо представить что-то однородно черное, темное. Черный бархат из заново спят, черный тушь. И, наконец, самое важное упражнение под пальмингом – это приятное воспоминание. У каждого из вас должно быть два-три дежурных приятных воспоминания, чтобы, делая пальминг, думали о добром, хорошем, приятном. А сейчас выходим из пальминга. У всех глаза закрыты, ладошки на носу сели прямо. Все под ладошками глазки слегка зажмурить, ослабить, зажмурить, ослабить, зажмурить, ослабить. У всех глаза закрыты, ладони сняли с лица. И все помотали головой с закрытыми глазами. Вверх, вниз. Да, 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 да. Нет, 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 нет. Да, 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 да. А теперь все глазки промокнули, вздохнули, выдохнули и открываем глаза, быстро-быстро моргая. Поморгали, 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 поморгали. Посмотрели друг на друга, посмотрели на зал, посмотрели на свечку, посмотрели на табличку. Обратите внимание, в темноте глаза видят. Вот вы видите меня, вы можете без очков мимо пройти, даже в таких сумерках и не столкнуться, правда? Значит глаза наши видят в темноте, вы это запоминайте. Опять подерли руки до тепла и сделали пальмы. Опять подерли руки до тепла. Сложили в ладошки в горниках, глаза закрыли, приняли удобную позу, продолжаем наш пальм. Продолжаем расслабление мышц наших глаз. Всякий раз, когда вы будете делать пальминг, обратите внимание, первый момент перед глазами маячат остаточные световые образы. Кусок окна, лампочка, свечка, туман какой-то, облачко. Это говорит о том, что перевозбужден зрительный тракт. Свет на глаза не попадает, нам кажется, что мы что-то видим. И вот, чтобы убрать эти остаточные световые образы, Бейц придумал упражнение, которое назвал представление черного. Всякий раз, когда перед глазами что-то маячат, надо представить, скажем, черный бархатный заново с театром, черную тушь и, наконец, приятное воспоминание. Сегодня мы совершили еще один решитель. Продолжение следует...